добро пожаловать на канал скилл блог мы продолжаем писать приложение clients на чистом java скрипте и предыдущей части мы реализовали элементы в ячейке таблицы которые выводят информацию у пользователя реализовали иконки вот и в этой части мы реализуем логику удаления айтема из таблицы и модель модальное окно изменения информации о клиенте мы перейдем в редактор кода и первую очередь допустим наш сервер который находится в папке сервер чтобы это сделать нужно нажать на control джей мы должны перейти в папку сервером я уже в этой папке и мы здесь должны писать нот индекс имя файла в котором находится логика и нас вот наша консоль логи которые подтверждают что сервер запущен и мы можем закрыть консоль вот теперь мы закрываем папку сервер переходим папку client и открываем html помощью расширения в с коде сервер отлично и теперь при нажатии на кнопку удалить нам нужно сделать так чтобы у нас появлялось модальное окно как у нас есть макете да это модальное окно вот у нас есть такая модалка она появляется при нажатии на кнопку удалить у нас скакивает кнопку удалить удалить клиента и это модальное окно вскакивает не только при нажатии на кнопку удалить из самой ячейки но и при нажатии на удалить клиента в модальном окне изменить данные вот поэтому это модальное окно у нас будет использоваться в двух местах и давайте теперь реализуем появление этого модального окна и удаление клиента. И мы перейдем в редактор кода и в папке JS мы создадим новый файлик. Это будет createDeleteModel.js. Здесь у нас будет функция exportConst. Обычная стрелочная функция. Это у нас, например, будет deleteClientModel. И я буду создавать элементы и добавлять им классы. И поэтому я немножечко ускорю, чтобы не занимать много времени. Нам нужно создать необходимые элементы и добавить к ним необходимые атрибуты и классы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Отлично! Я создал необходимые элементы. Я создал дифф с контентом, который у нас будет здесь. Если мы посмотрим, на модалку, то это обычная модалка. Вот у нас есть контентная часть, есть модалка, где у нас затемнение. И наши элементы. Получается кнопка удалить, кнопка отмены, back. Отмена удалить, потом title и тег p, в котором находится текст. Он получается вот здесь. Также я добавил необходимые классы. СайтModel, также ModelActive, класс появления, когда появляется, точнее, анимация при появлении модалки. Вот. Также добавил btnReset, сайт btn. И в итоге мы будем возвращать из этой функции саму модалку, ее контент и кнопку при нажатии, на которую должен будет удаляться сервера этот пользователь. Мы будем с ними взаимодействовать в других местах, поэтому нам нужно, чтобы эта функция возвращала эти элементы. Также мы напишем обработчик на window.addEventListener, чтобы при нажатии на пустое пространство, эта модалка также у нас, он закрывалась. Клик. Мы будем делать проверку, если i.target, забыл сюда передавать i, будет равняться, получается, deleteModel, да, нашей модалке, то есть в затемненной части. То deleteModel у нас будет удаляться из дерева. Remove. И теперь мы положим в нашу модалку modelContent, а в modelContent мы положим всю остальную контентную часть, таким образом, что deleteModel.append у нас будет deleteModelContent, а перед этим deleteModelContent у нас будет точка append, получается, в первую очередь у нас идет modelClose, крестик, при нажатии на который мы будем закрывать модалку, потом сделаю перенос, вот, потом у нас идет deleteModelTitle, так, deleteModelTitle, потом deleteModelText, потом deleteModelDelete, кнопка, и deleteModelBack, кнопка отмены, так, back. Отлично, теперь мы сохраним этот файл, и чтобы сделать так, чтобы при нажатии на кнопку удалить у нас появлялась эта модалка, мы перейдем в файлик createClientItem, и здесь мы создадим instance от этой функции, то есть мы напишем const, это будет, например, deleteClient, будет равняться функции deleteClientModel, вот, он нам предлагает импортировать ее, мы ее импортируем, проверяем, есть ли расширение JS, оно у нас есть, значит, все окей, вот, и теперь мы берем нашу кнопку удаления, то есть получается, ClientDelete, ClientDelete, и вешаем на нее обработчик клика, точка AddEventListener, клик, и при клике у нас будет происходить пока что просто добавление модального окна в дом, то есть document.body.append, у нас будет происходить deleteClient, который мы создали, и у нас из этой функции возвращается точка deleteModel, то есть таким образом мы вызываем функцию один раз, и просто используем instance, то есть объект, в котором находятся все наши возвращаемые элементы, вот, из этой функции, и теперь если мы сохраним, откроем наш браузер, перезагрузим, нажмем на кнопку удалить, супер, у нас появляется наша модалка, и есть наши элементы, кнопка, и теперь мы сделаем так, чтобы при нажатии на эту кнопку удалить, у нас клиент удалялся не только из дом, но и на сервере тоже. Для этого мы перейдем в, опять-таки, в эту функцию, где мы обрабатываем нажатие на кнопку clientDelete, и здесь мы напишем функцию, которая будет удалять item сервера по айдишнику, то есть мы напишем const, назовем эту функцию deleteById, это будет стрелочная функция, и здесь мы будем использовать динамический импорт, динамический импорт, в котором у нас будет указан путь до, получается, client API, client API, где у нас есть функция удаления, где мы сейчас напишем функцию удаления, вот, потом у нас, получается, возвращается promise, мы пишем then, и из этой функции, из этого файла, точнее, мы будем импортировать функцию под названием deleteClientItem, deleteClientItem, пока что у нас этой функции нет, мы сейчас напишем ее, вот, и затем мы будем эту функцию вызывать deleteClientItem, будем вызывать ее с data.id, то есть будем передавать сюда айдишник, который у нас получается здесь в дате, в данных, да, получается, это будет клиент, на которого мы кликнули, и здесь будет, получается, передаваться айдишник в эту функцию, делать этот запрос на сервер, на удаление. Мы будем делать, получается, обращаться к document.getElementById, как мы помним, у каждого нашего элемента есть айдишник, который равен айдишнику из объекта, и мы будем, получается, data.id.remove, то есть мы будем удалять этот объект из дом-дерева, вот, и из, и на сервере, по этому айдишнику. И теперь мы перейдем в API и напишем эту функцию, которая будет делать запрос на сервер и удалять сервера на сервере этого клиента. Мы просто скопируем любую функцию, которая здесь есть, потому что они все похожи, и здесь мы напишем, это у нас, получается, deleteClientItem, функция, получается, у нас будет deleteClientItem, она будет принимать в себя айди, который мы передаем при ее вызове, и этот айди у нас будет помещаться вот сюда, с помощью шаблонных строк. Изменим кавычки на обратные, чтобы они были, чтобы они работали. Вот, и здесь мы не будем ничего отправлять в body, и метод мы изменим на delete. Вот. И, в принципе, этого достаточно. То есть, мы, получается, уберем консоль логи, они нам не нужны, нажмем на сохранить, также мы здесь тоже сохраним, и если мы перейдем в браузер, нажмем на кнопку, кстати, забыл, что deleteById функцию мы должны вызывать при нажатии на кнопку, поэтому напишу сюда deleteById. Вот так вот, теперь мы сохраним, нажмем на кнопку, а так, это у нас получается Игорь, бла-бла-бла, мы хотим его удалить, нажимаем на кнопку удалить, у нас появляется модалка, и я забыл очень важную штуку, что у нас это действие должно происходить при нажатии на кнопку, которая у нас находится в модальном окне, то есть, получается, deleteClient. У нас возвращается кнопка DeleteModelDelete, и на нее мы уже вешаем обработчик клика, клик, вот, и при нажатии на нее, которая уже в модалке кнопка удалить, только тогда у нас будет происходить это действие. Это делается для того, чтобы при нажатии на кнопку удалить у нас не удалялся элемент нигде, и только при нажатии на кнопки в модалке он удалялся, вот, и теперь мы сохраним опять, перед загрузим, нажмем на удалить, у нас появляется модалка, нажмем удалить в модалке, он все равно не удаляется, посмотрим, почему это может быть, конечно же, я забыл написать расширение .js, потому что без этого расширения JavaScript нативно не понимает этого модуля, поэтому нужно написать .js, итак, теперь мы опять нажимаем на кнопку удалить, нажимаем в модалке, отлично, у нас удалился этот элемент из дом-дерево, и при перезагрузке также этого элемента у нас нет на сервере, то есть у нас он не возвращается, отлично, мы осуществили удаление клиента, вот, и теперь осталось доделать стили, чтобы у нас все выглядело как на макете, посмотрим, какие стили у тайтла, black3, у нас в принципе есть model title, единственное, нам нужно посмотреть margin-bottom, это получается 11 пикселей, у текста у нас получается margin-bottom 25 пикселей, и font-size 14 пикселей, отлично, мы перейдем в файлик CSS, в папку, и создадим новый файл, delete, model.css, подключим сразу delete-model.css в общий файл со стилями, и у нас есть delete-model.content, обратимся к этому селектору, это у нас будет display-flex, flex-direction будет column, align-items-center, и justify-content тоже центр, а также у нас есть наш title, это получается delete-model-title, у него margin-bottom мы смотрели 11 пикселей, также у нас есть текст, обнулим у него маргины, margin-0 у параграфа сделаем, вот, и margin-bottom сделаем 25, также сделаем font-size 14 пикселей, line-height сделаем 20 пикселей, и text-align сделаем center, также max-width, у него 275 по макету, так, max-width, вот, и цвет у него color black 3, получается color var color black 3, отлично, сохраним, посмотрим, что у нас получается, у нас встал он, как нам надо, как на макете, и нам осталось доделать эту кнопку, и кнопку отмена, это у нас получается наши две кнопки, это получается, так, с точкой delete, у них будет общий стиль, это будет display block, и точка delete back, у них будет display block, точка delete, мы сделаем position relative, это потребуется для того, чтобы там был спиннер, мы его сделаем попозже, но просто там заранее сделаем position relative, вот, также сделаем паддинги, это по макету 12 пикселей, и 35 справа слева, и сделаем, также align items center, и margin bottom 5, и стилизуем сразу же кнопку назад, font weight 400, также сделаем align self, сделаем центр, кстати, align self тоже нужно для кнопки прописать, align self, вот так вот, вот, и напишем, padding bottom будет 1 пиксель, это для бордера, который внизу у этого, у этой кнопки, да, вот здесь у отмена, чтобы был немножко отступ снизу, вот, и сделаем сам бордер, получается бордер, 1 пиксель, solid, это у нас war black 3, точнее бордер, ботом, и колор будет тоже black 3, колор, колор black 3, сохраним, посмотрим, что у нас получилось, и, я сделал эти стилизу случайно для delete, напишем здесь back, отлично, и у нас почему-то не применился маргин ботом у нашего текста, посмотрим почему, так, у нас есть наш, наш элемент p, у него есть маргин ботом 2 пикселя, почему-то я поставил, а нужно поставить 25 пикселей, отлично, у нас готова наша модалка по удалению клиента, и нам единственное осталось доделать нажатие на крестик, чтобы тоже, так же, ну как бы у нас удалялось из дома, из разметки, это модалка, и при нажатии на кнопку отмена, чтобы так же удалялось, пока что мы просто нажимаем на пустое пространство, и только тогда она удаляется, для этого мы просто перейдем в функцию, где мы создаем модалку по удалению, это получается create the read model, и здесь у нас есть обработчик, мы здесь напишем обработчик, это получается в рабочий клик на модалклоз, модалклоз.эдэвентлистенер, это будет просто клик, можно сразу же написать delete model, вот здесь вот, точка remove, вот, и если мы посмотрим, вот, нажмем на close, она у нас удаляется, и сделаем аналогичную, аналогичный обработчик клика для кнопки отмены, то есть для back, это получается у нас delete model back, вот так вот, и теперь мы можем спокойно удалять при нажатии на отмена и при нажатии на крестик, ну и при нажатии на пустое пространство, естественно. Теперь мы обработаем нажатие на кнопку изменить, и чтобы при нажатии у нас также появлялось модальное окно, которое будет позволять нам изменять данные, вот такая вот модалка. мы перейдем в файлик.js и в этом файле создадим новый файл, это будет edit client.js и в этом файлике мы создадим функцию export const edit client model. Это будет стрелочная функция, она также будет принимать данные, и мы будем создавать здесь два элемента, это model, наша модалка, то есть затемненная часть и наш model content. То есть мы напишем const edit model равно document.createElement div edit model content мы будем здесь вызывать нашу функцию, которая создает нам элементы для формы, то есть const createForm у нас будет наша функция createClientsForm вот, и мы добавим для наших блоков нужные нам классы, получатели edit model и теперь мы также изменим данные для модального окна, то есть у нас получается здесь не новый клиент теперь, а изменить данные, и мы, получается, должны обратиться к нашему тайтлу, а это у нас получается createForm точка, он возвращает modelTitle, и у него текст-контент теперь будет равняться изменить данные, а кнопка отмена, она у нас переименовывается теперь в удалить клиента, и поэтому мы также получим ее через createForm точка, у нас есть cancelBTN, точка текст-контент будет теперь равняться удалить клиента, и теперь положим наш контент в модул, в edit model, то есть мы напишем editModelContent.append createForm.modelClose запятая createForm.modelTitle и запятая createForm.form и мы положим в наш editModel точка append editModelContent и возвращать эту функцию нам будет объект, где будет наш editModel, запятая, и editModelContent. И чтобы теперь при нажатии на кнопку edit у нас появлялась эта модалка в доме, мы создадим еще один инстанс от этой функции, то есть мы напишем const edit client равно edit client model и будем передавать сюда дату, то есть данные, которые у нас приходят из сервера. И при нажатии на кнопку client edit мы будем помещать эту модалку в дом. Добавим обработчик клика addEventListener клик и здесь мы напишем, что document.body.append edit client точка у нас есть edit model. Сохраняем, идем в браузер, нажимаем на кнопку изменить. Отлично, у нас появляется наша модалка, здесь теперь написано изменить данные, также написано удалить клиента. Вот, и в следующей части мы сделаем так, чтобы при нажатии на удалить клиента у нас происходила не отмена, а удаление клиента с сервера и также мы сделаем изменение данных пользователей. То есть у нас будут здесь наши данные, которые у нас есть на сервере и при их измене и сохранении они у нас будут также изменяться и сохраняться. На этом все, спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok